Как мы уже упоминали, Восточный Новый Год длится 15 дней. Но как же будут отмечать 4715 Новый Год китайские студенты, которые обучаются у нас в Якутске? И какие традиции празднования существуют в Поднебесной? Об этом нам расскажут Джао Яди, магистрант 2-го курса Финансово-экономического института СВФУ. Иниргун Максимов, директор Института Востока СВФУ. Доброе утро. Доброе утро. Правильно ли мы понимаем, Яди, что в Китае, в Поднебесной, Новый Год отмечают дважды? В нашем обычный и вот завтра. Или не так? Да, действительно, в Китае оба праздника отмечают. Но наш традиционный Новый Год, который мы отмечаем в ночь с 31 декабря на 1-й, отмечается не столь широко. Я бы сказал, это больше под влиянием западной культуры. Например, она проявляется в том, что в середине декабря в большинстве общественных мест украшают, в большинстве общественных мест украшают елки. Везде много где можно увидеть изображения Санта-Клауса, например. Чего, конечно, не скажешь о китайском Новом Годе, который отмечается широко и с возмахом. Такой вопрос сразу возник. А каникулы у них два раза тогда новогодние идут? Как классические и обычные или нет? Да, вот китайский Новый Год, например, в отличие от нашего Нового Года, каникулы длятся намного дольше. Например, мы отдыхали всего неделю, а наши китайские коллеги в китайских университетах отдыхают целых полтора месяца. Полтора месяца? Это с какого числа я день? 28 января, ну вот, допустим, завтрашний, если этот год считать, да? 28 января по... Ну, обычно, в традиции у нас праздник весны начинается 23 и не 24 декабря по нунному календарю. И совершенно заканчивается 15 января по нунному календарю. Поэтому обычно две недели – это недели до Нового Года и недели после Нового Года. Яги, вот скажите, мы знаем, что вот на каждый день празднования Нового Года, который, как мы уже говорили, длится две недели, у вас существуют определенные традиции, да? Вот какую традицию вы соблюдаете, например, на пятый день празднования? В Китае такая большая территория, поэтому в разных районах разные традиции. Ну, вот в вашем районе откуда вы прибыли? Например, у нас определенные, как делать сначала купить новогодние товары, продукты, еще делать новогоднюю уборку, также делать перемен, это на севере, а на юге мы кушаем карп. Карп? Карп. То есть карп и пельмени – это как у нас, оливье, да, обязательно? Да, ну, размечаются по северу или на юге. И еще мы так вместе покушаем, так вся семья, смотреть новогодний вечер. Это тоже похоже на наш вечер. По телевизору, да? Да. И еще мы поздравляем друг друга с Нового Года. И еще мы тоже так делаем, корейцы, китайскую хлопушку. Это вдоль в 12 часов ночью сегодня вечера. Понятно. Сегодня, то есть сегодня на завтра, да? Да. Вот, допустим, в России подарки приносит Дед Мороз со снегурочкой, на западе Санта-Клаус. А в Китае кто занимается этим? Это будет дедушка, бабушка, родители дать своим детям. Или так, красный конвер с деньгами. Обычно деньги, да, дарят в красном конверте, да? То есть получается, что в Китае детям не говорят, да, что... То есть не обманывают, да, что подарки приносит какой-то мифический волшебник. Но я знаю, что у вас в Китае есть мифический персонаж нянь. Какова его роль? Это так, в китайской древней легенде существует такой нянь. Он будет везти отдавку в деревню в конце этого года. Это съезд человека, он злой. Но случайно человек нашел, что он поет красный цвет и также огромные звуки. Поэтому человеку одевать красную одежду, сгореть китайскую колобушку и так клеить китайскую новогоднюю парнюю надпись, чтобы распугнуть это нянь. Ну, помимо плохих героев, так скажем, есть ли, наверное, в мифологии какие-то хорошие персонажи? Самый такой светлый персонаж можете назвать? Ну, как сказать, только осталось такой традицией. И для нас мы выбрали 12 животных как символ какого-то кода по причиненному порядку. Называется в этом году петуха. Код петуха. Ну и получается в этом году петух будет светлым персонажем. Ну, Яди, вы сейчас находитесь в Якутске, да? Как здесь вы будете отмечать Восточный Новый Год? Будете ли вообще? С китайскими друзьями на кесаре вместе готовить китайскую кухню, блюда, мискушать и вечером сообщаться через интернью с родителями родственниками друзья. Как хорошо, здорово. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Яди, Нюргун, мы поздравляем вас с наступающим. С наступающим Новым Годом, приходите к нам чаще.